Я врач-психиатр, психотерапевт, психолог, кандидат кинолог, преподаю на кафедре Казанского федерального университета и являюсь членом Ассоциации когнитивно-поединенческой терапии. И сегодня мне бы хотелось с вами обсудить, тем, кто увидит этот небольшой доклад, хотелось бы сегодня обсудить очень важную, можно сказать, методологическую и мировоззренческую тему, как особенности клинического мышления, его роли для психотерапевта и психолога. Эта тема довольно часто всплывает так или иначе в работе, преподавательской я имею в виду, поскольку я преподаю и студентам-медикам, преподаю психологам, преподаю психотерапию, то этот вопрос клиническое мышление или не клиническое мышление часто поднимается, чем отличается клиническое мышление или взгляд психолога с психологическим образованием и психотерапевта с таким более психологичным взглядом на психические расстройства и проблемы, с которыми обращается клиент и взгляд врача, врача-психиатра в некоторых случаях и врачей других специальностей, поскольку мы можем наблюдать и некоторые различия во взглядах между специалистом по ментальному здоровью и специалистами-экрантерологами, кардиологами, неврологами, то есть врачами других специальностей, которые несколько иначе на это все смотрят. Поэтому попробуем сегодня разобраться, в чем состоят нюансы и особенности клинического мышления, а также почему, мне кажется, клиническое мышление стоит развивать не только врачам, но и психотерапевтам и психологам, особенно когнитивно-поведенческим. Зададимся некоторым таким вопросом, а как появляется клиническое мышление? Мой путь таков, что я прошел сначала 6 лет медицинского университета, потом интернатуру по психиатрии и для многих, по крайней мере, пациентов, именно человек с таким образованием вызывает наибольшее доверие к человеку, обладающему клиническим взглядом на болезни, хотя в то же время мы видим большое количество прекрасных психотерапевтов, которые прошли, прежде всего, психологические факультеты или качественную переподготовку на психолога и в последующем работают. И в то же время психология и проблемы ментального здоровья являются таким предметом дискуссии, поскольку каждый человек в той или иной степени знаком с психикой, с тем, как она устроена и работает, просто потому что он ей обладает. Это то, что мы можем назвать житейской психологией, и поэтому многие считают, что вскрыли эти законы в фундаментальные законы того, как устроена психика и как появляются целые психические расстройства, опираясь, прежде всего, на свой собственный опыт. Поэтому здесь мы видим такое противоречие, то ли стоит воспринимать самоавторитетное мнение врачей-психотерапевтов, то ли психологов с большим количеством опыта клинического или личной терапии, супервизии, или достаточно для этого какого-то житейского знания. Но, может быть, вы такие слушатели не знали, но вот такая для вас будет тайна сейчас раскрыта, что клиницистами не рождаются, ими, оказывается, становятся. Причем в медицинском университете ординатуре заставляют читать книги. То есть эти знания не проникают внутрь с воздухом медицинского университета. То есть для того, чтобы их приобрести, необходимо читать книги. Причем, скорее говоря, большая часть литературы далеко не на латинском языке написана. И врачей учат через разборы случаев пациентов, через регулярное наблюдение и практику разбора пациента, обсуждения с коллегами, обсуждения с профессорами. И именно так эти знания получают. И о чем это говорит? О том, что люди, которые могут уделить внимание этой проблеме, люди, которые могут читать книги, написанные на русском языке, люди, которые могут посвятить себя разбору пациентов, они тоже имеют возможность развивать у себя клиническое мышление. Клиническое мышление мы скорее можем рассматривать как некоторый навык или, может быть, набор навыков, только достаточно специфичный. В целом, навык, как мы знаем из психологии, это некоторая способность к деятельности, к тому, чтобы ее выполнять, эту деятельность, которая сформирована путем повторения многократного и доведенного до некоторого автоматизма. И навык формируется за счет объединения некоторых рожденных способностей и регулярных практик. То есть, если есть предрасположенность к клиническому мышлению, и эта предрасположенность активно тренируется путем чтения книг, размышлений и разборов пациентов, то, по-видимому, это будет приводить к развитию навыков. В то же время, если этим не заниматься, то, какие бы прекрасные способности, задатки не были, они в итоге в этот навык не перейдут. И, наверное, есть люди с большей предрасположенностью, с лучшими задатками для этого, есть с лучшими, но, как мы знаем из статистики, в статистики есть универсальное правило нормы, где большинство людей по выраженности своих способностей, наверное, находятся где-то в среднем показателе. И дальше уже вступает, отталкиваясь от этих средних значений, дальше уже вступает практика. Поэтому было бы желание, но клиническое мышление вполне себе можно развить. В чем специфичность именно клинического мышления как отдельной формы мышления? Конечно же, это не какой-то особенный психический процесс, это не какая-то сверхспособность, которая подобно каким-нибудь необычайным паранормальным способностям присутствует. Хотя мы встречаемся и с врачебной интуицией, но эта же интуиция, она может называться и неврачебной, если человек занимается чем-то другим. То есть такая экспертность, экспертная интуиция, она вполне себе встречается и в других областях. Просто так как врач этим занимается, то по мере приобретения опыта у него появляется такая собственная врачебная интуиция в этой области. Но в целом клиническое мышление это такое же обычное мышление, просто направленное на решение профессиональных задач врача-клинициста. Профессиональные задачи это обычно лечебные, то есть оказывать лечебную помощь пациенту, это профилактическое, то есть предупреждать о развитии каких-то неблагоприятных последствий от заболевания или предупреждать развитие самого заболевания на будущее, и научно-исследовательских, если речь идет о исследовании каких-то болезней. И целью этого мышления является дифференцирование, то есть выделение признаков болезни из какого-то первоначального, целостного образа. То есть есть некоторый эталон того, кто из себя представляет болезнь, и вычленение этих признаков из множества показателей нездоровья для того, чтобы каким-то образом их объединить, понять их взаимоотношения, и в итоге составить индивидуальную клиническую картину болезни для конкретного пациента. Вот такое определение я нашел в данной статье, где авторы пытались разобраться со множеством определений, и вот нашли наиболее важные элементы, которые вместе старались объединить. И, значит, если мы возьмем его в качестве рабочего, то на что направлено клиническое мышление? На то, чтобы решать профессиональные задачи, лечить и предупреждать болезни, исследовать развитие этих болезней. Клиническое мышление направлено на то, чтобы заметить у пациента признаки заболевания и таким образом составить для себя внутреннее представление, для врача имеется в виду представление о том, что из себя представляет болезнь у данного конкретного пациента. то есть в случае мышления мы говорим о том, что обычные процессы мышления специализируются для решения этих задач. Клиническое мышление, оно оперирует с особым родом информации. Эта информация касается здоровья и болезней. То есть если мышление в какой-то другой области может оперировать информацией, ну, предположим, специалист по автомобилю, он оперирует информацию, связанную с состоянием автомобиля, его устройством и предположением о том, почему автомобиль, например, может не работать, не заводиться. Специфическая информация, которую он анализирует. Для клинициста, соответственно, это информация о том, что из себя представляет болезнь и что из себя представляет здоровье. Особая задача, то есть у этого мышления, кроме информации, есть определенная целенаправленность. Поставить диагноз, сформулировать прогноз и выбрать тактику оказания помощи. И для этого мышление направляется, анализируется информация, синтезируется, и проводятся другие мыслительные процедуры для того, чтобы достичь этой цели. И в отличие от научного мышления в этой же области, в данном случае в области ментального здоровья или не здоровья, клиническое мышление, оно более конкретно, оно более персонализировано к случаю пациента. То есть задача не в том, чтобы в принципе понять, какой прогноз при данном диагнозе, а для того, чтобы понять, как будет развиваться жизнь этого пациента с этим диагнозом, как объяснить, что происходило в жизни этого пациента из-за этого диагноза и так далее. То есть клиническое мышление, в отличие от научного мышления, оно связано с тем, что мы эти задачи всегда решаем применительно к конкретному случаю конкретного пациента. И вот здесь мы можем столкнуться с одной трудностью для клинического мышления, в том числе для его развития. Это то, что можно выделить и три несколько противоречащих друг другу местами позиции в отношении того, как решать эту задачу, а именно помогать пациенту. Есть биологическая, психологическая и антипсихиатрическая парадигма в отношении психических характеров. Третье, наверное, это можно сформулировать так. Первая, то есть биологическая позиция, стоит в том, что психические расстройства в основном возникают в результате биологических факторов. Ну или биологические факторы являются ключевыми для развития психических расстройств. Следовательно, лечение должно быть ориентировано именно на эти биологические факторы. Прежде всего на них, а психотерапия в таком случае кажется ненужной. Другой взгляд, психологический, он рассматривает психические расстройства как результат прежде всего психологических факторов, может быть, даже только их. И, следовательно, лечение должно быть ориентировано на эти психологические факторы. Каким-то образом мы должны на них повлиять, скорректировать так, чтобы изменить состояние пациента. И тогда психотерапия воспринимается как нечто основное. При таком взгляде, например, мы можем столкнуться, когда психологи настаивают, что эти все ваши депрессии, тревожные расстройства, это все поверхностно. На самом деле надо глубоко проникнуть в личность клиента, понять, что там с ним происходит, и только это будет настоящим лечением. Если мы сейчас возьмемся за симптомы, то есть тревожное расстройство, депрессия воспринимается просто как поверхностный уровень симптомов, то от этого пробка не будет. Но как только мы изменим фундаментальную личность, тогда и только тогда мы получим настоящее улучшение. Антидепрессанты в таком случае принимать тоже кажется чем-то странным, ну или очень, опять-таки, поверхностным. Я сейчас представляю радикальные позиции, разумеется, в реальной жизни, скорее всего, такие крайности мы встретим очень редко. Ну и еще одна позиция о том, такая психолого-философская, наверное, позиция о том, что психические расстройства вообще это не болеть. Психические расстройства это нечто другое. Это особое состояние психики. И в таком случае лечить, собственно говоря, ничего и не нужно. Стоит понимать пациента, помогать ему в самоанализе, в самопринятии и поддерживать свободу такого человека. И психотерапия, в общем-то, тогда это не столько терапия, сколько такая помощь, возможность человеку принять самого себя. Ну, не буду углубляться в историю, предысторию, наверное, с антипсихиатрией вы сталкивались. Знаете, что это философско-социальное движение, которое возникло где-то в 50-60-х годах. И вот один из таких лозунгов, может быть, не всегда оправданно его так упоминать, но вот душевная болезнь – это миф. И психические расстройства, не болезни, а особое состояние психики, причем такого взгляда придерживались, ну и некоторые все еще придерживаются, придерживались известные философы и даже некоторые психиатры, психологи, которые наставили на таком взгляде. И нельзя сказать, что подобный взгляд лишен своих обоснований. Действительно, у психиатрического взгляда на психические расстройства есть некоторые такие недостатки. И критика выглядит местами довольно оправдно. Ну, например, медикализация социальных явлений, когда очень многие социальные процессы или практически каждая особенность поведения начинает рассматриваться через призму психического расстройства, болезни. И это проявляется в том числе в проникании лексикона психиатрического, выбывательский для объяснения тех или иных поступков. Кстати говоря, эта проблема служит источником изменений, в том числе одним из источников изменений названий психических расстройств. Например, был убран термин олигофрения, который применялся раньше для обозначения определенного круга заболеваний и был заменен на умственную отсталость, а в последующем на интеллектуальную недостаточность. Именно потому, что этот термин стал проникать в обычную жизнь и применяться не по значению, по сути, не в клинических случаях, а в том числе как некоторые обзывательства и ругательства, что, конечно, выглядит очень стигматизирующим и настолько, что даже приходится менять само название заболеваний. Но так или иначе, это медикализация социальных явлений происходит. Люди, которые нам просто кажутся странными, чьё поведение нам не нравится, мы склонны относить их поведение к психическим расстройствам. Я не говорю про случаи, когда это действительно есть такая связь, что психическое расстройство приводит к отклоняющемуся поведению. Нет, я говорю, когда эти отклонения не связаны с психическими расстройствами. Но такая проблема действительно есть. Избыточный психиатрический взгляд заставляет нас, обычные явления жизни, переводить в плоскость медицины. Другая проблема – это, конечно, конвенциальная диагностика. В психиатрии, наверное, вы слышали, встречались. Диагноз в основном конвенциальный, то есть договорной. Что такое международная конвенциация болезней? Это эксперты, которые собираются, обсуждают различные точки зрения на те или иные расстройства и приходят к некому консенсусу, к некоторой конвенции о том, что вот такие-то состояния, на основании таких-то доказательств мы считаем признаком психического расстройства. Но в итоге это все равно некий договор. Временами это некоторый компромисс разных мнений. В случае работы в полях, то есть конкретного врача-психиатра, конвенциальная диагностика заключается в том, что, например, в стационаре психиатрическом первичные пациенты им выставляют диагноз на основании консультации нескольких врачей, лечащего врача, заведующего, например, и профессора, или начмеда, где выставляют такой общий договорной диагноз о состоянии пациента. И здесь как бы критика в том, что откуда вы знаете, что вот эти мнения, они являются истиной. Нельзя отрицать и побочные эффекты от самих психотропных препаратов, которые тоже присутствуют и вызывают большие трудности со стороны здоровья не только ментального, но и физического. И это тоже нельзя отметать. И для многих это является поводом для того, чтобы отказываться от приема препаратов. Хотя в большинстве разрешенных и рекомендованных препаратов доказана явная польза, что если эти препараты не применять, будет хуже. И взвешивание пользы и риска она производится постоянно, и у психотропных препаратов очень существенное превышение пользы над теми рисками, которые имеются. Хотя сделать полностью безопасное лекарство очень хотелось бы, но, наверное, это скорее утопичная идея. Поэтому всегда будут какие-то издержки. Нет стандарта нормы. Тоже мы к этому сегодня еще вернемся при обсуждении понятия здоровья. Но вообще-то, да, в психиатрии очень трудно найти понятие нормы, и оно является поводом дискуссий. Может быть, в других сферах медицины эта проблема не так остра, но для психиатрии, конечно, это является очень большой проблемой тем, чтобы такой стандарт нормы обнаружить. Ну и, конечно, недобровольность, стеснение, свободу пациентов всегда была поводом для того, чтобы психиатрию критиковать. Поэтому взгляд антипсихиатрический на психические расстройства, он, с одной стороны, не безоснователен, с другой стороны, он поднимает очень важные темы, которые необходимо так или иначе переработать. И на какой позиции находится клиницист, это, соответственно, вопрос мировоззренческий. В то же время есть претензии и к психотерапии, и к психотерапевтическому взгляду. Уже, может быть, со стороны доказательной медицины, например, вот есть такая говорящая статья, миф, что психотерапия более эффективна, чем фармакотерапия при тревожных расстройствах. И вот автор этой статьи, которая вышла в 21-м году, считает, что дизайн-исследований эффективности когнитивно-позиденческой терапии имеют существенные недостатки, особенно в сравнении с лекарственным лечением. И может быть сохраненное мнение, что психотерапия работает более эффективно для профилактики или лечения тревожных расстройств, что у этого мнения не так много подтверждений. Конечно, критика существует к дизайнам любых исследований по психотерапии, они не всегда проходят там какие-то же жесткие критерии качества. Хотя, конечно, доказательная психотерапия есть, и очень много у нас работ, которые все-таки показывают, что эффекты от психотерапии зафиксированы неоднократно. Они действительно есть. У психотерапии есть, у такого психотерапевтического взгляда, психологического, может быть, отчасти взгляда, есть действительно свои трудности. Первое, нет единого стандарта психотерапии. Очень много направлений, много школ. Более 800 направлений школ существуют, и каждый подход имеет какую-то свою собственную теоретическую базу. Все. Нет единого понимания целей психотерапии и критерий психического здоровья. То есть, к чему мы хотим прийти, и хотим ли мы вообще к чему-то приходить в рамках психотерапии. Здесь тоже нет единого понимания консенсуса во всех этих школах. Одни считают, что мы должны помочь решить проблемы клиента, другие считают, что мы должны вылечить заболевания, третьи считают, что человек должен обрести смысл жизни, или, по крайней мере, получше себя узнать, чего он хочет. И какую из целей мы выбираем, не всегда бывает понятно, и по этому поводу ведутся дискуссии, как нужно выстраивать работу с клиентом. Нет единых требований к психотерапевтам. Сколько техник они должны знать, сколько они должны пройти супервизии, нужна ли личная терапия, как они должны проводить работу с каждым клиентом. Конечно, внутри самих подходов как будто бы эти требования есть, но если мы опять-таки вернемся к тому, что подходов много и разных, то психотерапевт в одном направлении может очень сильно отличаться по тем процедурам и требованиям, которые являются для другого направления. Нечетких отличий процедуры психотерапии других форм общения, где вот это существенный признак, отличающий простую беседу от процесса психотерапии. Она есть, но она такая очень зыбкая, что иногда складывается впечатление, что то, что ты поговорил с психотерапевтом, это то же самое, что поговорить с приятелем за кружкой чая. Ну, конечно, я уже озвучивал хранительно низкое качество научных исследований, то есть обычно малые выборки, не всегда репрезентативные, не всегда подходящий контроль выбирается. Низкое качество доказательств теории, вот тоже проблема психотерапии, что большинство теорий, которые лежат в разных школ психотерапии, являются скорее умозрительными, то есть это чаще всего некое мнение, которое экспериментально подтверждалось очень слабо. Конечно, есть подходы, в которых с доказательствами все неплохо. Возьмем, например, теорию научения, которая лежит в основе поведенческой терапии. У нее довольно много обоснований, доказательств, в том числе экспериментальных, почему, например, экспозиционная терапия работает. Но так далеко не везде в психотерапии присутствует. Ну и, конечно, еще одна такая экономическая сложность в том, что психотерапия это дорого, порой даже дороже, чем психофармкотерапия, при этом надежно гарантии кому-то не всегда дает психотерапия. Конечно, у психотерапевтического взгляда тоже есть свои трудности и недостатки. Еще одна проблема психологизации, которую я хотел бы здесь посвятить. Я уже говорил, что я много преподаю, в том числе психологам, и на одном из занятий будущих клинических психологов я дал задачу. Примерно она выглядит так, что пациент был доставлен в бригаду скороминцевской помощи, бессвязной речью, спутанным сознанием, долго не задерживает взгляд на окружающих, ловит каких-то мышей на полу. Состояние возникло ночи, до этого был стревожен, не мог уснуть. Около двух недель употреблял алкоголь, прекратил за сутки до текущего эпизода, при этом были запои, но нарколог и психиатр не обращался. И похожих на текущее состояние никогда не выявлялось. И было предложено эту задачку решить, выделить в чем симптом этого расстройства, предположить диагноз и какие факторы наиболее существенны для развития этих симптомов. И для меня эта задачка казалась довольно простой, понятной и рутинной, но меня впечатлел один из ответов. Психолог пошел научиться на клинического психолога, но до этого имел пятилетний стаж психологического консультирования, и он дал свое решение, свое видение. Скорее всего, есть нарушения в семейной системе. И задача не ясна, но можно предположить проблему в отношении с женой. Может быть, давление социальных установок от родителей есть, в итоге включилась регрессия и начал пить. А сейчас конфликт нарос и более мощно включились психологические защиты, поэтому уже не чтобы защититься от жены. Признаюсь, я тогда такого ответа не ожидал, и отнестись к нему как-то иначе мне довольно сложно. То есть, у меня есть свой ответ, конечно же, это я описывал классическую картину алкогольного делирия на фоне по-видимому синдрома зависимости от алкоголя и интерпретировать это по большому счету скорее биологическое состояние делирий, я имею ввиду, через психологические факторы мне казалось несколько странным. Но вот это отражение столкновения разных взглядов на психические расстройства и разных объяснительных моделей, которые в основе этого лежат. В данном случае красным шрифтом. представлена психологическая объяснительная модель с делирием это моя психиатрическая или биологическая объяснительная модель. В объяснении психических расстройств довольно популярным и в КПТ тоже является стресс-диотезная модель возникновения психических расстройств. В общем виде она выглядит так, что есть некоторые диоты, то есть предрасположены, к этой предрасположенности мы относим особенности генов, анатомическое строение головного мозга, уровень гормонов, наличие воспалительных процессов в организме, детский стресс, некоторые черты характера, особенности культуры, микросоциум, в котором живет человек. В зависимости от того, о чем идет речь, какие-то этих факторов будут в наибольшей степени выступать в роли предикторов для развития последующих заболеваний. Вот есть некая предрасположенность, болезни пока нет, но тут наступает стресс, и человек заболевает. Это привычная стресс-диотезная модель возникновения психических расстройств. Есть предрасположенность, и вот как бы человек равновесие еще не потерял, но вот стресс его толкает и развивает психические расстройства. Возьмем, например, когнециноподенческую модель депрессии, она абсолютно этому соответствует. В качестве предисполагающих факторов рассматривают жизненные события, которые приводят к формированию системы убеждений промежуточных, глубинных. Это же приводит к формированию копинг-стратегий каких-то привычных, которые из раза раз применяются. Происходит некая жизненная ситуация, и с учетом предисположенности к оценке этой ситуации и интерпретации, активизируются функциональные убеждения и додетективные копинги. В результате это приводит к формированию депрессии. То есть когнециноподенческая модель, мы видим, что она вполне себе укладывается именно в стресс-диотезный формат. Итак, мы объясняем нашим пациентам, клиентам, что у вас есть предисположенность. Просто конкретно в когнециноподенческой модели мы в большей степени сосредоточены на вот этих психологических механизмов возникновения депрессии. И как бы уделяем внимание прежде всего этому. Хотя, если мы посмотрим более широко, факторы, которые связаны с гидридомератургами, их очень много. И они все одновременно действуют на человека. Это гены и их экспрессия под влиянием гормонов, воспаления, всего остального. Экспрессия генов – это, скажем так, их активность. Гены могут быть, но быть неактивными. А вот чтобы показать, что они работают, выполняют какую-то свою функцию, для этого есть термин экспрессия. Гены и их экспрессия, она может меняться в течение жизни. анатомическая структура мозга, как он сформировался и каким он является сейчас. Там толщина каких-то структур мозга, связность разных структур между собой. Например, там показано, что при пограничном расстройстве личности есть некоторое нарушение связности префронтальной коры и миндалина, что в том числе объясняет эмоциональную дезрегуляцию и так далее. Функционирование организма, то есть есть какая-то сопутствующая болезнь или нет, есть инфекция или нет, многие пластические расстройства запускаются после возникновения инфекционного процесса есть прямая связь между этими вещами, аутоиммунных заболеваний и так далее. уровень гормонов, которые у человека в этот момент есть, одновременно культура, пережитые страты действия, тема убеждений, актуально какой-то жизненный страх и так далее. То есть если мы беремся за конкретного пациента, то для того, чтобы объяснить, почему у него возникает то или иное расстройство, нам недостаточно на только одной лишь плоскости. Только культуры или только генов или только стресса или только системы убеждений. Все это будет находиться в взаимосвязях и в конечном счете приводить к развитию физического расстройства. И на мой взгляд клиническое мышление, психотерапия, оно выходит за рамки противопоставления психологического и биологического. Наиболее близко оно соотносится с тем, что называется биопсихофициальная модель, которая старается учитывать влияние всех факторов, но с разным вредством и вкладом возникновения заболевания. В когнитивно-поведенческой терапии мы обычно стараемся придерживаться этой позиции, хоть и сосредоточены на когнитивных и поведенческих эмоциональных аспектах того или иного заболевания и пытаемся эту стресс-диатезную модель сосредоточить прежде всего на этом. Хотя мы понимаем, по крайней мере я когда общался с коллегами на эту тему в целом мы как будто все понимаем, что помимо факторов когнитивных психологических есть и другие факторы, которые тоже присутствуют. Просто воздействовать мы можем на психику прежде всего психологическими инструментами. Поэтому мы с точки зрения практической пользы перетачиваемся именно на них. Но не ограничиваемся только этим взглядом. И эта позиция, такая позиция для психотерапии мне кажется имеет некоторые последствия. первое последствие, что нам придется признать непреодолимые ограничения. Например, что психоз сам по себе не пройдет от разговора о нем. Или эмоциональное нарушение, по крайней мере в некоторых случаях, не преодолеть разговорной терапии. Разговорная терапия это синоним психотерапии. То есть мы должны быть готовы к тому, что какие-то психические расстройства, даже те, которые обычно мы относим к кругу психотерапевтических проблем, они могут быть непреодолены, потому что помимо нас воздействуют другие факторы. Большое количество исследований сейчас ведется на тему влияния воспаления, хронического воспаления на возникновение поддержания депрессии. И игнорировать эти факторы мы не можем. Поэтому надеяться, что только разговорная терапия поможет, в данном случае это очень однобокий взгляд. Второе, в то же время, что признание полезности воздействия на социальную среду, на какие-то актуальные жизненные трудности, на личные черты, это тоже сыграет свою роль в улучшении состояния пациента, что как раз-таки ориентация на решение проблем, выстраивание межличностных отношений более эффективных, коррекция тех черт, которые приводят к дезадаптации, это тоже поможет в улучшении ситуации. Мы видим часто на практике и обратную историю, что назначение антидепрессантов не работает в случае, если проблемная жизненная ситуация человека не меняется. И здесь необходимы изменения в жизни для того, чтобы и антидепрессанты сработали. Я часто привожу такую метафору пациентам, что антидепрессанты это что-то вроде бензина, который вызовывает ваш автомобиль. Но если вы не давите на газ, если вы не выбираете направление, куда ехать, ваша машина так и останется стоять на месте. не в зависимости от того, полный баг или неполный баг. Метафора может быть не совсем удачной с точки зрения механизма действия антидепрессантов, но наверное идею уловить можно. Ну и последнее следствие, что стоит признавать кумулятивный эффект разных факторов. И не всегда удается выделить самый важный и утверждать, что именно он. Твоя депрессия не пройдет, пока ты не изменишь систему своих убеждений. Но не всегда именно это является ключевым. В каких-то случаях определенно это так, но не всегда. Что только изменив твою личность, ты никогда больше не будешь страдать апсинок оппульсивным расстройством. Мы не можем утверждать, что именно изменение личности самый главный фактор. Точно так же, как мы не можем утверждать, что только отсутствие стресса может защитить от каких-то психических ракторий. Попробуем подумать, как клиницисты, как работает изнутри клиническое мышление. Алгоритм клинициста выглядит примерно так. К нам приходит пациент, мы наблюдаем беседы с ним, проясняем анамность, то есть историю возникновения этого состояния и историю жизни, в контексте которого это состояние возникало. Дополнительно мы используем инструментарий, психиатрия это в основном психологическое тестирование и в некоторых случаях дополнительные методы исследования для того, чтобы исключить наличие какого-то неврологического заболевания, которое проявляется схожими расстройствами, или какого-то заболевания внутренних органов или эндокринологического заболевания, например, у депрессии есть много перекрывающихся симптомов с нарушениями работы щитовидной железы или с анемией железодефицитной, поэтому в некоторых случаях назначение корректоров гормонального фона или корректоров уровня железа и восстановления приводит к значимому улучшению и снижению симптомов депрессии, как ни странно, без какой-либо психотерапии. Мы советуемся с действующей классификацией болезней, пока что в России это МКБ-10, в других странах другие классификации могут использоваться, МКБ-11 или ДСМ-5, но в разных странах свои. У нас на территории Российской Федерации действует международная классификация болезней 10-го пересмотра пока что и может быть некоторые такие отечественные классификации в работе тоже используются, но в целом что мы делаем? Мы вот сравниваем наши данные, которые мы получали, задаем дополнительные вопросы для того, чтобы прояснить исходя из классификации заболеваний, мы задаем дополнительные вопросы, чтобы понять какое состояние лучше подходит. Например, мы знаем, что определенный набор симптомов подходит и для какого-нибудь органического заболевания, и для психотического заболевания. И тогда мы спрашиваем, были ли какие-то факторы, которые могли повлиять на функционирование головного мозга. Есть ли эпилепсия, например, или были ли травмы головы? Мы этот вопрос можем задать, чтобы уточнить предысторию, исходя из этого, мы больше склонимся к тому или иному диагнозу. Ну и после того, как этот диагноз был сформулирован, мы предполагаем некоторое лечение. Диагностика в психиатрии, она с одной стороны зависит от контекста жизненных обстоятельств и истории, в котором она возникала, с другой стороны опирается на некое понятие нормы и нормального функционирования. И вот здесь есть некоторая сложность. Из МКБ-10 мы можем взять такое определение, что психическое расстройство это клинически определенная группа симптомов или поведенческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют страдания и препятствуют личностному функционированию. Определение, на мой взгляд, не самое точное, потому что не позволяет отделить в полной мере соматические например проблемы и психические проблемы. Боли в животе причиняют страдания, причиняют, мешают личному функционированию, да. Симптом симптом как отделить от расстройств психики не очень понятно. Несчастная любовь препятствует страданию и личному функционированию, ну, может быть. Поэтому границы здесь не то, чтобы самые четкие. Вот вам на эту тему не смешной анекдот. Собрались как-то в баре Фрейд, Крепелин, Роджер Террис и подрались, потому что не нужно про психически здоровых тему поднимать. В каждом психотерапевтическом и психиатрическом лагере будут свои ответы на вопрос, а что такое психически здоровый человек и, соответственно, что такое человек психический мраторит. То есть давать определения будут свои и ориентироваться на них. За этим стоят некоторые теоретические взгляды, опять-таки, не всегда в полной мере обоснованные. За этим стоят некоторые консенсусные решения. Ну, если мы говорим про психиатрию, то там немножко попроще ситуация, потому что этот консенсус является, вернее, он выражается в международной классификации болезней или классификации болезней этой страны, все-таки это некоторые конвенции, которые пришли. А вот психотерапия, так как много направлений и школ, то взгляды тоже будут свои. Вот кто такой психически здоровый? Статистически усредненная личность, то есть нормальная личность по различным показателям шкау, опросников, личностных черт. Понятно. Или это зрелая личность, если мы в основу вложим концепцию, что личность на протяжении жизни, она каким-то образом развивается. Есть некоторые стадийности, этапы, и вот здоровая личность это та, которая наиболее зрелая. Или это самоактуализирующая личность, которая знает свои ценности, и стремится их реализовывать. Или это адаптивная личность, которая хорошо вписывается в окружающую обстановку, в общество, не отсвечивает и плюс-минус счастливо живет. Или это осознанная личность, которая хорошо понимает себя. Или это вообще недообследованная личность, личность, которую просто хорошенько не произучали, и поэтому мы считаем ее здоровой, потому что еще симптомов у нее не проявилось, не задали достаточные вопросы, или там не сделали МРТ, не обнаружили что-нибудь. Может быть, личность здоровая это та, которая пока не смогла обнаружить признак болезни, а может быть, психически здоровая это тот, кто понравился психиатру, психиатру, поскольку психиатру в некоторых случаях полагается на свое субъективное мнение, например, это нормативное поведение или ненормативное поведение, и достаточно понравиться психиатру, чтобы считаться здоровым. На каждый из этих вопросов будет свой ответ, исходя из той позиции, на которой находятся в том числе клиницы. и, конечно, мы не можем считать, что каждая из каждые из взглядов, она полная, в полной мере отражает понимание того, что такое психически здоровый человек. Мне просто хотелось проиллюстрировать сложность этого вопроса, сложность, которая сталкивается психиатр, сталкиваются клиницисты и дополнительно на мой взгляд сталкиваются психотерапевты и психологи с учетом того, что нужно подумать не только с биологической точки зрения, соответствует личность человек, соответствует критериям психического заболевания, но нужно еще задуматься над другими вопросами, насколько человек счастлив, несчастлив в своей жизни и насколько он хорошо ориентирован в том, что с ним происходит. Например, возьмем человека с расстройством личности в какой-нибудь фазе компенсации, когда он вроде как адаптивен, вписывается, не отсвечивает, но при этом личностная расстройка присутствует. И вот можно ли говорить о том, что он полностью здоров, если у него нет признаков заболевания? Это тоже вопрос такой дискуссионный. каковы, на мой взгляд, последствия признания вот такой неоднозначности этого термина? То, что в работе клиницисту все-таки нужно опираться на большие конвенции. То есть, конечно, каждый клиницист имеет право на собственное мнение, но все-таки те классификации болезней, которые существуют, они являются результатом огромных дискуссий, и к ним приходят не просто так, они необычайно обоснованы. Также тактики лечения и исследования патогенеза все больше опираются на такие классификации. С каждым пациентом необходимо тщательно подходить к анализу всей информации, выбирать наиболее подходящую категорию, и от этого будет отталкиваться оказание ему помощи. Хотя протокол психотерапии часто довольно похожий, ну, по крайней мере, в кандиджином патогенческой терапии мы встречаемся неоднократно с тем, что у нас очень похожая концептуализация, очень похожи планы работы, выстраивание рабочего альянса, прояснение мотивации, постановка целей, задач, концептуализация, реструктуризация, поведенческий эксперимент и так далее. Но последовательность техник, мишеней и прогноз, они очень сильно зависят от диагноза, и мы видим, что в некоторых случаях начинают с одного, в некоторых случаях с другого, в третьих что-то вообще предлагают не использовать. У многих симптомов есть еще одна проблема, которую приходится клинически решать, это проблема дифференциации феноменов и симптомов. Например, тревога может быть как просто феномен, который встречается в жизни человека, некое явление, а может быть симптом психического расстройства. И они местами пересекаются, а местами настолько пересекаются, что становится непонятно, а можно ли это считать чем-то нормальным, или наоборот, всю тревогу стоит объявлять психическим расстройством. Ключевым, конечно, для процесса отделения одного от другого является последний пункт, это соотношение, на мой взгляд, соотношение с другими симптомами. То есть недостаточно только посмотреть на тревогу, чтобы сказать, что у тебя психическая расстройка. Недостаточно увидеть один симптом, нужно смотреть в контексте других симптомов. И здесь в клиническом мышлении очень сильно помогает байесовское мышление. В целом идея этого подхода мыслительного в том, что стоит выбирать лучшие из имеющихся гипотез, то есть наиболее вероятное предположение именно в текущих условиях, которые даны. То есть с той информацией, которая сейчас имеется. А вот при появлении новых данных стоит их пересматривать и проводить переоценку вероятности. То есть менять гипотезы, если наберется достаточно количества сведений, которые это исправят. Посмотрим, как это на практике может выглядеть такой небольшой коротенький игру. Симптомы пациент высказывает жалобы на возникающие в голове голоса разных людей. В текущих данных предоставленных мы можем заподозрить в качестве гипотезы галлюцинации. Почему? Потому что мы знаем, что такое явление существует, галлюцинации существуют. и описание, что они возникают в голове, и что это могут быть разные люди, это вполне укладывается в наше знание о том, что есть галлюцинации. Но добавим немного информации. Они возникают перед сном, когда он лежит в кровати, и это обрыв диалогов. И тогда это уже может не быть симптомом. По крайней мере в текущих данных мы перестаем это считать галлюцинациями, а скорее воспоминаниями. Пациент считает для себя важной ценностью общения с людьми. Имеющиеся нам данные говорят о том, что многие люди, особенно люди психически здоровые, про социальные, они склонны любить общаться с людьми. У них в случае социальной анагидонии, конечно, мы будем встречать противоположное, но если у человека есть социальная анагидония, то есть он получает удовольствие, то, наверное, он бы так и сказал, что общаться с людьми мне нравится. Не всегда, не постоянно, но в целом мне нравится. И тогда мы скажем, что это не симптом. Мы добавим новые данные. Испытывать сильнейшие эмоции, если его отвергают, соглашаются на токсичные для себя отношения при полном понимании токсичности, лишь бы не быть одному. И здесь мы уже по-другому смотрим на это. Мы уже смотрим, что это может быть проявлением психического расстройства. Конечно, нам недостаточно только этого, для того, чтобы сказать, что это обязательно симптом. Нам нужно посмотреть на другие проявления, но наше мнение уже изменилось по мере поступления новой информации. Так вот, клиническое мышление, это мышление, которое выбирает наиболее подходящие гипотезы в данный момент и старается их пересматривать, остается открытым к изменению и переформулированию гипотез в будущем. Поэтому в психиатрии даже есть такое понятие катамность покажет. Нам пришел пациент, мы ставим предположительно диагноз и предлагаем понаблюдать. Давайте мы решим, какой диагноз мы оставим через некоторое время. Особенно это актуально бывает в случае первичного обращения, когда впервые обратился пациент и становится непонятно, куда это дальше выльется. Как я уже говорил, психиатр использует разные инструменты. В основном, конечно, в психиатрии мы опираемся на беседу и историю, но психологическое тестирование, лабораторные методы тоже мы используем, но такой самый, наверное, важный инструмент в психиатрии это использование собственной психики клинициста для того, чтобы диагноз выставлять. Очень большую роль играет анамнез, которую мы собираем от пациента, других людей из документов. И вот эта вся информация является тем поводом для того, чтобы мы пересматривали те или иные гипотезы. И если мы обратимся к тому, с какой информацией работает клиницист, то есть какое мышление становится клиническим, это мышление, которое ориентировано на жалобы пациента, на историю возникновения, жалобы других болезней, на все возможные факторы, которые оказывают влияние, на особенности пациента, которые не познаются как проблемные, на которые они указывают как на жалобы, но мы можем их, но эту информацию мы тоже имеем в виду. Это данное состояние пациента с помощью разных диагностических инструментов. Дальше мы это сравниваем с имеющимися классификациями заболеваний, критериями здоровья-нездоровья, научные сведения патиологии, патогенезия заболевания, какой-то свой личный опыт, так или иначе на это будет влиять и мнение пациента. Я стараюсь активно сотрудничать с пациентами, обсуждая свои предположения с ними, что одна глава хорошо, но две-то лучше. И в некоторых случаях именно благодаря весомому вкладу мнения пациента, информации, которую он находит у себя, удается опровергнуть нерабочую гипотезу. И кроме того, мы оцениваем реакцию на проводимое лечение и данные последующего наблюдения за пациентом, что с ним происходит. Например, назначается препарат, а пациент дает какие-то парадоксальные реакции. Это является поводом для пересмотра диагноза. или мы вроде как адекватную психотерапию проводим, а улучшения не обнаруживаются. И это тоже повод для того, чтобы задуматься. Такой случай у меня был в практике, когда пациентка пришла, мы договорились о психотерапии, когнитивной модели депрессии, а потом параллельно еще порекомендовал сходить к терапевт-эндокринологу, оказалось, что там железодефицитная анемия. После того, как был восстановлен уровень железа, симптомы тоже прошли, и дальше уже пациентка не планировала продолжать психотерапию. Значит, мы пересмотрели диагноз, исходя из новых полученных сведений. принципиально ли отличие процесса когнитивно-поведенческой терапии и помощи от психиатрической помощи? Что мы делаем в КПТ? Мы собираем основные жалобы и симптомы, проводим клиническое интервью, используем методы психодиагностики, например, изучаем анамнез жизни и анамнез проблемы, как она развивалась и возникала, формулируем некоторую объяснительную модель симптомов и разработка тактики помощи исходя из этой модели. Как будто бы примерно такие же шаги. Вообще когнитивно-поведенческая терапия хорошо вписывается в медицинскую парадигму, и, наверное, поэтому она неплохо поддается исследованию в русле доказательной медицины. Но разница в том, что объяснительной моделью в КПТ будет прежде всего когнитивная модель и концептуализация, а для психиатрии объяснительная модель – это клинический диагноз, ну и наше знание об патогенедии этого клинического диагноза. Ну и, конечно, подход к лечению. То есть, если для психиатрии психиатры решают вопрос, нужны медикаменты или не нужны, если не нужны, то направляют к психологу или психотерапевту. Если нужны, то их назначают, ну или какую-то комбинацию. В КПТ мы, конечно, ориентируемся прежде всего на психологическую разговорную работу. Еще я вижу некоторую разницу в том, что психиатр обычно останавливается на этапе формулирования диагноза и далее он, исходя из этого, предлагает помощь. Ну, некоторую систему рекомендаций формирует. А психотерапевт может пойти дальше. То есть, за диагнозом следует конкретизация и уточнение проблемы, прояснение конкретных психологических механизмов у данного пациента с попыткой на эти психологические механизмы повлиять. То есть, ну, что-то вроде продолжения той же линии, что была начата психиатром, на мой взгляд, психотерапевт проводит в своей работе. Ну, вот небольшая ремарка о лечении, которую тоже клиницисты имеют в виду и которая, мне кажется, не лишним было бы и клиентам тоже транслировать и самим психологам, психотерапевтам тоже для себя иметь в виду. Слово лечить. В нашем лексиконе слово лечить обычно как-то быстро перерастает в слово вылечить. И, значит, все, что помогает вылечить, это хорошо. Все, что не помогает, это какая-то ерунда. В медицине словом вылечить наверное обозначает только этиотропное лечение, то есть лечение направлено на причину проблем. Но клиницист знает, что помимо слова вылечить и помимо этиотропного лечения существует еще патогенетическое, симптоматическое, палеотивное лечение, понятие реабилитации, абилитации. В последние годы еще новый термин появляется восстановление recovery. И клиницист оперирует этим, в том числе как показателем улучшения и целью своей деятельности. В том числе оказывает такую помощь, такое лечение или восстановление, реабилитацию. Это тоже стоит прояснять, и это тоже входит в часть размышлений клинициста, подумать о том, какую итоговую цель он преследует. Театропную или связанную с восстановлением или чем-то другим. Несколько тезисов, которые я отстаиваю. Первое, что клиническое мышление доступно любому человеку при соответствующих знаниях и тренировке, разумеется. клиническое мышление в психотерапии это для меня такой объемный взгляд на пациента с учетом различных факторов, научных сведений, которые имеются о данной проблеме. И самое главное, что клиническое мышление как процедура основывается на поиске доказательств и обновлении гипотез. Ну, кстати говоря, очень даже в духе клинической терапии поиск доказательств обновлении предположений. И клиническое мышление использует то же самое, только направлено для решения клинических задач, то есть диагностики заболевания, профилактики, прогнозы заболеваний. Вот именно эти тезисы мне хотелось сформулировать и надеюсь то, что я смог сегодня их коснуться в рамках этого небольшого выступления более подробно в том числе с практикой, с тренировкой этих тактик мыслительных на решение клинических задач я предлагаю провести на семинаре 28 сентября у нас этот семинар уже планирован по клиническому мышлению и психотерапии, где в течение двух дней мы постараемся осветить эти и некоторые другие аспекты клинического мышления и некоторые тактики его развития, которые мне хотелось предложить так что если заинтересует то заходите если есть вопросы то готов на них ответить в меру своих компетенций и возможностей пока смотрю на чат если тут вопросы ну как будто бы пока как будто бы пока вопросов не видно ну может быть они появятся позже можете их написать стараюсь ответить если вопросов нет то спасибо за внимание надеюсь то что мое выступление было полезно по крайней мере натолкнуло на некоторое размышление до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...